Верхневолжье улучшают условия для реализации инвестиционных проектов на территориях инновационно-промышленных и экотехнопарков. Этот вопрос обсудили на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Глава региона заявил, что и главная задача это развитие современных предприятий с конкурентно-способной продукцией. Решением правительства Тверской области предусмотрено размещение в инновационно-промышленных парках Верхневолжья компаний-резидентов, инвестпроекты которых связаны с производством и реализацией отдельных видов подакцизной продукции. Моторных масел, бензина, керосина, дизельного топлива, а также легковых автомобилей и мотоциклов. В качестве успешного примера Игорь Руденя привел промплощадку под торжком. Компания Shell, которая у нас была, сейчас это компания группы Лукоил, это бренд Тибойл, даже заправки появились. Это все делается на территории торжка, на наших мощностях, из нашей нефти, из наших комплектующих делается нашими людьми, нашими специалистами. Превзошла западные зарубежные аналоги. Напомним, что в нашем регионе активно развиваются инновационно-промышленные парки. В 2021 году создана площадка Боровлева-3 под Тверю. Это даст более 2700 рабочих мест и свыше 10 миллиардов рублей инвестиций. В Кимрах в 2022 году введен в эксплуатацию инновационно-промышленный парк Савеловский. С параметрами более 500 рабочих мест и порядка 5 миллиардов рублей вложений. Еще два инновационно-промышленных парка предполагается создать в Торжке и Лихославле. Сейчас идет проектирование площадок. Также Игорь Руденя поручил проработать вопрос о создании аналогичной зоны в Вышневолочке. Проект по легкой промышленности с учетом размещения и возобновления работы предприятий и их развития. Считаем, что это может быть более льготный налоговый режим для привлечения инвестиций в основной капитал. Кроме того, правительство Верхневолжи приняло решение упростить ряд процедур. Так, рассмотрение инициативы о создании инновационно-промышленного или экотехнопарка, определение управляющей организации и признание ее одновременно резидентом парка будут комплексно выноситься на заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области. Это позволит заметно ускорить процесс.